Дальше петлёй захватывается трансплантат. Сейчас, 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 одну секунду, я захочу. Вот так, ага. Петлёй захватывается трансплантат. Подождите, петлёй захватывается трансплантат. Следите всегда, чтобы он не перевернулся за тем, куда вы вкололи и куда вы выкололи его. Вы входили снизу и должны и заходить обратно так же. Снизу, вот его. Фиксация. Ну вот, и здесь мы его, по сути, сейчас оставим. Я не беру вторую нитку иногда, потому что, если это вот одна такая маленькая операция, это смысла не имеет. Я просто отрезаю длинные кончики, и это держит ассистент. Вот эти вот ниточки. Чтобы лучше адаптировался трансплантат, вы первый вкол делаете всегда чуть-чуть повыше, опекальнее. А второй вкол, когда вы уже с трансплантатом на петле заходите, чуть-чуть корональнее, пониже. Тогда он будет лучше расправляться и распрямляться удобнее. Он не будет вот так вот брубиться, там как-то в складку становиться. То же самое для туннельной методики. Он абсолютно таким же методом туда заводится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот... Первое в жизни я это без ассистента сама сделала. Теперь мы его очень аккуратно начинаем заводить вот в этот кармашек, который мы отслоили. Видно, да? И с каждой стороны мы фиксируем швом. Я еще потом выполняю прижимающийся. Можно не делать. Вот в таком варианте очень удобно P-образный шов наложить прижимающий, который фиксирован на небе. Какой объем сейчас в полдата может оставаться открытым? Ну, до 50% может. Но не больше. Если надо, то еще можно где-то сосочки между зубными швами зафиксировать. Это зависит, чем, в общем-то, закончилось ваше препарирование, да, этого кармана. Чтобы из них, если вы нигде не порвались, то можно и так оставить. Я прижимаю все равно, я считаю, что трансплантат нужно прижимать. Вот я сейчас положу, тогда мы просто посмотрим тот самый P-образный шов прижимающий. О, здесь такая тонкая она, конечно. Вот этим шлом я уже прохожу на всю. Толщу, да, я не как в туннель завожу его просто, нитку, а всю толщу прошиваю. Если захватывается трансплантат, то и с ним. Необно я вкололась или орально, если у вас нижняя челюсть, вестибулярно выкол, вкол вестибулярно с другой стороны, необно выкол и затянули. Это P-образный прижимающий шов. Ну вот, видите, что он захватил. У нас здесь просто зуб одиночный, большой, конечно во рту, иногда даже этого не нужно. Он так его хорошо сам облегает. В области имплантатов, ну не знаю, я везде его прижимаю, потому что как-то мне надежнее. Ну, это не сверхобязательно. Ну что, вот этот шов, он всем понятен, ничего никакого чуда нету, очень удобно. Но без ассистентки достаточно сложно его делать, конечно. Потому что так-то в клинике все это просто. Она держится в одной стороне. Ну да, альтернатива к альтернативному смещению. Вот этот. Метод этот? Да, в некоторых случаях альтернатива. Например, если сосочка у вас нету и не к чему подшивать корональное смещение. У нас с доктором был вопрос, связанный конкретным клиническим случаем. Вот мы с ним обсудили, что это можно сделать вот так. Что у него высокое клиническое прикрепление и корональное смещение является противопоказанием. Ну что, давайте тогда к нашему последнему эпизоду перейдем. Устранение рецессии с помощью методики латерального перемещения. Немножко истории, быстро и кратко. Придумана эта методика была в 62 году, она очень старая. Очень-очень. Одна из первых. Но ее как-то на долгие годы вообще забыли. И потом ее итальянцы реанимировали и довели до такого логического завершения. Как они, в общем-то, умеют и любят, они ее привели к математике. То есть, почему не получалось. Они это объяснили, почему были осложнения, объяснили, да. Какая нужна десна, какая ситуация клиническая должна быть для этой методики. И так далее. Вот все нюансы, они модифицировали. И сегодня, наш сегодняшний день, это операция, стоящая в одном из такого авангарда при устранении рецессий. Когда у вас высокое клиническое прикрепление, отсутствие кератинизированной или прикрепленной десны опекально. Отащий из religида. И так далее.